Сейчас наша коллега Ксения Сотникова в Центральном музее связи имени Попова на выставке, которая рассказывает о людях, силами которых столь необходимые ленинградцам слова доходили от микрофона до радиослушателя, распространялись сигналы оповещения Билса, пульс города, сигналы метронома. В блокадном Ленинграде этот голос знали, пожалуй, все. Ольга Бергольц в страшные годы фашистской осады почти каждый день выходила в радиоэфир, чтобы рассказать новости с фронта и просто поддержать ленинградцев. Ей же принадлежат слова «Нигде не значило радио так много, как в нашем городе в дни войны». И это действительно так. О роли радио в блокаду рассказывает новая экспозиция в Музее связи. По ней нас проведет Татьяна Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чьи еще голоса звучали в блокаду по радио? Из артистов, пожалуй, самые известные – это Мария Петрова и Инна Чернявская. У микрофона выступали писатели Всеволод Вишневский, Николай Тихонов и многие другие. Об этом написано множество книг. Также к микрофону приглашались и жители города – рабочие, врачи, учителя, военные. Они рассказывали о том, как сражаются на своих рабочих местах и что делают для того, чтобы город жил. У нас в витрине представлены фотографии радиокорреспондентов Мограчева, Блюмберга, Фролова. Они выезжали на фронт со звукозаписывающей аппаратурой, создавали репортажи о повседневной жизни города. Для того, чтобы обеспечивать работу радио, взамен разрушенных приемных станций строили новые, маскировали. Как это было? Во время войны на радиовещательном узле Ленинграда начальником работал Петр Алексеевич Паладин. Благодаря его воспоминаниям мы знаем, где в нашем городе расположились новые радиостанции. На эту карту он нанес 18 радиообъектов. Это приемные передающие радиостанции и радиоузлы. Вот здесь самая большая красная точка – это музей связи, в котором мы сейчас находимся. И здание химического факультета Санкт-Петербургского университета. В то время точки радиосвязи обустроили и в Русском музее, и в Александроневской лавре. Где они еще были расположены и какие есть свидетельства? Наиболее необычное место расположения радиостанции – это буддийский храм. Туда перевезли сохранившиеся детали от радиостанции, которая была раньше в Колпино. У нас на выставке представлено несколько деталей этой передающей радиостанции. И благодаря тому, что станцию вновь удалось собрать в здание буддийского храма, Москва вновь услышала голос Ленинграда. В то время еще не было магнитофонов. У нас на выставке представлен прибор Шоринофон. Он был разработан на стране в конце 30-х годов и позволял записывать звук на киноленту. Именно с этим прибором радиокорреспонденты выезжали на репортажи. Здесь располагаются студийные микрофоны и громкоговорители проводного вещания, с помощью которых жители города слушали радио. На верхней полке располагаются знаменитые черные тарелки. Это громкоговорители, сделанные из картона. Они были достаточно дешевые, но имели очень хорошее качество звучания. Именно через такие радиоточки жители города слушали передачи, новости, музыкальные номера, литературные чтения. Татьяна, спасибо вам большое. Я добавлю, что воспроизвести все аудиозаписи на выставке посетители смогут сами. Это и звук метронома, и страшное сообщение о начале арт-обстрела. Но самое главное – радостную весть о том, что прорвана фашистская блокада. Об этом объявит диктор Антонина Васильева. Блокада прорвана! Поздравляем вас, дорогие! Продолжение следует...